Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Что мне делать, как понять ее, ее цели и как возможно ее добиться, и стоит ли. У девочки есть парень, она мне сама сказала, в котором она видится редко из-за его работы, но в то же время проявляет внимание, заботу и переживания в мою сторону. Практически каждый день мы с ней переписываемся, увидимся раз в неделю. От встречи она не отказывается никогда. Денег с меня не берет вообще. На просто дружбу не похоже, потому как чисто дружеских с ее стороны проявлений не видно. Интима не было. С одной стороны все, как она мне нравится. С другой стороны не хочется оказаться гостем на ее свадьбе. Общаемся так почти год. Ваш текст про неуверенность, про сомнения, которые, пожалуй, что естественны в ситуации, вот, которые вы описали, то есть, ну, вот, как я думаю, вот, вполне нормально чувствовать, вот, то, что чувствуете вы, ну, вот, в ситуации, в ситуации, в которой вы оказались, вот, но тем не менее я думаю, что основная проблематика заключается в том, что вы не можете определиться для себя с тем, что для вас приемлемо, а что нет, вот, то есть, что вам подходит, условно говоря, а что нет, и, я думаю, что вы чувствуете, конечно, что, ну, что она вам нравится, девочка, это вполне, это вполне логично, это вполне нормально, вот, но при этом, как я думаю, ну, кроме этого, кроме того, что вы чувствуете, что она вам нравится, да, еще вот есть, ну, в целом, наверное, должно быть какое-то отношение к ситуации, в которой вы оказались, вот, у вас, и, соответственно, некое такое отношение к, ну, возможным перспективам, да, потому что вполне такое может быть, что девочка просто с помощью вас, да, переживает какой-то, вот, ну, кризисный момент в отношениях, раз она, условно говоря, да, да, не расстается с своим парнем, да, продолжает с ним взаимодействовать, продолжает с ним, получается, быть, быть в отношениях, вот, и, соответственно, ну, если она продолжает это делать, значит, ну, по-прежнему, для нее что-то значит, а вы, и вы, вот, в этом смысле, ну, как бы не смогли, да, по крайней мере, вот, на данный момент, быть для нее на первом месте. Ну, не то, чтобы, не то, чтобы вы и должны были, то есть, тут от вас знали, что зависит, вот. Поэтому, я думаю, я думаю, что основная ваша задача здесь заключается в том, чтобы определиться, вот, именно с отношением к тому, что происходит, то есть, ну, устраивает ли вас то, как, то, как, вот, ну, все происходит, или не устраивает, да, если не устраивает, то, соответственно, то вы готовы с этим делать. Вот. Уже, в принципе, сейчас, да, вы говорите о том, что не хотите быть, вот, гостем на ее свадьбе, и вас более чем можно понять, но, если вы, на мой взгляд, ничего не предпринете, да, вот, если вы никак о себе, ну, если вы никак сами о себе не позаботитесь, ну, вот, то, к сожалению, вполне может так оказаться, вот, что, ну, может быть, прям, да, гостем на свадьбу вы не будете, но, то, что однажды вам вполне могут дать отворот-поворот, да, и просто уйти из коммуникации с вами, да, вполне такой может случай случиться. И, на мой взгляд, то, что вы задаете вопрос свой, именно сейчас, а не, вот, в начале, например, когда, ну, все только, там, начиналось, допустим, вот, говорит о том, что, вот, какое-то ваше, ну, неудовольствие от этой ситуации, да, какое-то, вот, может быть, общее разочарование этой ситуации, вот, оно, значит, проявляется, вот. И я думаю, что, вот, первым шагом к тому, чтобы эту ситуацию разрешить, будет, возможно, выражение девушки ваших каких-то опасений, ваших каких-то желаний и, в целом, вашего отношения к этой ситуации. И, соответственно, последующее рассмотрение, уже вместе с девушкой, того, как вам и ей видится, видится будущее. Вот, то есть, ну, то, что вы испытываете на некую такую привязанность, да, к ней, например, вот, ну, в связи, в связи с этой ситуацией, я думаю, что это вполне нормально, вот, и поэтому нужно, вот, максимально выразить то, что вас, ну, то, что вас беспокоит, я думаю, что это было бы самым, ну, адекватным здесь поступком. Вот. Вот. Если у вас есть какие-то противоречия, да, например, то их нужно разобрать, их нужно рассмотреть, их нужно поисследовать. А мне интересует то, вот, на что вы надеялись, когда вступали в отношения, получается, с не свободной девушкой, да, вот, то есть, на что вы рассчитывали, чего вы хотели, вот, и нет ли здесь, значит, следствия, вот, какой-то, ну, какой-то вашей, например, неуверенности, да, и так далее. Вот. То есть, было бы неплохо вот этот момент поисследовать, ну, вот, ну, чтобы понять, как лично вы эмоционально вовлечены в эту ситуацию. Еще я бы рекомендовал посмотреть, что именно вы чувствуете к девушке, вот, какую направленность имеет ваша симпатия к ней, для того, чтобы лучше понимать, чего вам хочется, например, по отношению к ней, да, а чего нет. Может быть, вы стали замечать, что несколько не свободны во взаимодействии с ней, во взаимоотношении с ней. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Всего самого доброго и удачи.